Марш Победы в 8-м микрорайоне каждый год собирает под свои знамена от 500 до 700 человек. Организаторы вспоминают, что в 2004-м, когда колонна от Дома культуры Солнечной двигалась к мемориалу в Глазынино впервые, в ней шло около 100 ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня счет идет на единицы. В этом году этому маршу исполняется 14 лет. Мы всегда идем в колонне, у нас присутствуют и фотографии наших ветеранов, так сказать, бессмертный полк. Мы не претендуем на авторство, но мы с 2004 года как бы тоже стараемся, не в массовом масштабе, но кто может, приносит фотографии своих предков. И мы идем в деревню Глазынино на братскую могилу почтить память наших павших земляков. В годы войны в деревне Глазынино располагался армейский госпиталь, куда привозили бойцов со всей западной линии фронта. Умерших от ран хоронили именно на том месте, где стоит сегодня мемориал боевой славы. Всего около 200 человек. В Глазынино есть еще один обелиск. Жители деревни посвятили его невернувшимся с фронта землякам. На нем среди других выбито сразу три фамилии Ломоносовых. Родственников звукорежиссера нашего канала Геннадия и оператора Артема Ломоносовых. Колонна втягивается на территорию мемориала. Здесь проходит торжественный митинг. 73-я годовщина Великой Победы, она проходит в очень сложной обстановке. Но для нас это святой день, святой праздник. Обязательно этот день, 9 мая, День Победы, ну и в ближайшие дни, естественно, нужно всегда помнить о тех, кто погиб в годы войны, кто землю оросил своей кровью. На митинге выступили депутаты, учащиеся школ 8-го микрорайона приготовили несколько стихотворных композиций, посвященных Великой Отечественной войне. Торжественное собрание завершается возложением цветов к мемориалу боевой славы. Ровно через год сюда праздничной победной колонной придет юбилейный 15-й Глазынинский марш памяти. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.